приветствую друзья у вас у себя на канале и в продолжении темы владимира зеленского интервью bbc владимир зеленский как вы знаете был с визитом в европе посетил британию в британии он встречался с бизнесменами встречался с королевскими особами и под конец шлифовка интервью bbc я хочу разобрать моменты которые были связаны с донбассом итак вопрос журналиста ну напомним о том что журналисты bbc это не украинские журналисты которые президента ласкают и засовывают язык в ухо нет они задают нормальные вопросы и начнем по порядку первый вопрос мир на донбассе как президент а ранее как кандидат в президенты вы обещали народу мир это было ваше прямое обещание и после полтора года вашего правления как президента мира нет и его не видно то есть ваше обещание ничего не стоит это было просто 3 или что давайте послушаем как вопрос задает журналист your people that you would end the conflict in the east of ukraine and that you would do it while restoring the territorial integrity of your country on that basis after a year and a half you failed это очень сложное вопрос так я хочу это сделать быстрее потому что я понимаю что что дня я проходил мы втрачаем наших людей но все же таки мы разблокировали нормандский процесс это диалог мы вернули всех за стол что касается много вещей много слов которые идут из кремля я понимаю для чего они идут а вот сэш таки сэш таки я хочу вам сказать что мы готовы идти по минску и так вопрос вы слышали вопрос о том что зеленский за полтора года ничего не сделал для мира второй вопрос который задает журналист он спрашивает уйдет ли зеленский из поста и зеленский говорит что это не есть для него проблема и он не держится за власть опять маленькая выдержка вы знаете цены и проблема для меня я разговариваю что я не чипляюсь ни за рейд не за владу еще я не зможу закинчить вину значит потрібно чтобы пришла інша людина яка спроможна закинчить эту трагичную историю трагичную историю между нашими краями следующее следующее журналист его спрашивает о том что он потерял свой нерв терпение и команда которая пришла вместе с ним он начал менять рябошапку он поменял премьер-министра и так далее владимир зеленский хорошо полирует стол шлифует углы и проходит это как знатный серфер но не в этом вопрос вопрос в том что он говорит о венедиктовой и говорит что если она ничего не сделает и посадок не будет то мне придется ее тоже поменять каков щегол а смотрим within months you replaced some of the most important figures including the prime minister including the prosecutor general the prosecutor general whom you fired then said you had lost your nerve in the fight against corruption why why did you lose your nerve я ничего не втрачав я просто одразу сказав хлопці мы идемо будувати крайне идемо змінювати мы с вами рівні будь ласка вы никогда не были генеральным прокурором я никогда не был президентом але вы профессионал и дети еще через півроку вы не покажете реальные результаты кто бы не були навіть якщо вы мои друзі приятели министра немає часу немає часу розумієте ось і все и последнее последнее это рейтинг владимира зеленского его рейтинг который составляет 35 процентов нервный смех your opinion poll ratings now at around 35 you have lost an awful lot of support in a year and a half you came to politics saying i wanna i wanna i've had a life of making making people laugh now i want to stop them crying about the politics in ukraine they're still crying вы выражаете выражаете мене своим своим диалогом я зараз гадав як я був колись частково телеведучим я я памятаю я теж так робив вы знаете еще что стосуется 73% в порівнянні с порошенко це правда це вирок був пану порошенко що стосується відсотків я вам сказав що я не чипляюсь до рейтингов але мені не все одно президент хлопает и смеется президент доволен и говорит о том что когда он был в первом туре у него было тоже рейтинг был рейтинг тоже 35 поэтому для него ничего не изменилось для него все то же самое для него это хорошо и нормально таких враг и политических лабызаний и юлозаний перед журналистами журналистом бибиси я еще не видел и чем он отличается от петра порошенко тоже для меня непонятно одно и то же лицо поэтому полное интервью я оставлю внизу в ролике к описанию к этому ролику так что захотите смотрите его полностью если вам хочется это пересмотреть для меня было достаточно того что я услышал к сожалению президент остается для нас ну какой-то прострации в каком-то вакууме ему пофиг на всех ему самое главное сделать дороги ему самое главное проследить за том чтобы дороги закатывались это у него фетиш не знаю пунтик тоже не знаю но я вижу что весь упор идет на дороге ни на что другое главное что он делает дороги и я думаю что ему это нравится может у него какая-то фобия с дорогами связано тоже может быть а что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии внизу мне будет интересно это услышать итак не забываем подписываться потому что нужно чуть-чуть продвинуть канал я буду вам благодарен за то что вы поставите на лайк и оставите свой комментарий внизу а сейчас самое главное оставим президента и вспомним о том что у нас есть предвыборная гонка и мой любимчик пачучун толя толя о спорте спортивных площадках и все что с ним связано короткий ролик полтора минуты полтора минуты не уходите давайте его посмотрим и скажете что вы думаете по этому поводу допоки місцева влада лише обговорю питания залучения юных сумян до спорту кандидат на посаду міського головы анатолий почечун будущее новые футбольные майданчики по всему месту власть конкретно не дорабатывать детскими спортивными площадками по предварительной оценке недоспижено 12 миллионов а нормально вот что происходит когда кормушки приходят не профессионалы после официального открытия анатолий особисто рассказал про инновационность спортивного объекта это покрытие нового поколения если ребенок играю на таком поле не забил хуй на футбол не стал инвалидом а тем более еще что-то научился делать с мячом все это будущее роналду растет ну вот снимите наше автономное освещение я прошу прощения вам шопа вылазила вы солнце не видите да полей такого качества даже в европе нет счастливые детлахи майже відразу з'явились и на оновленному спортивному майданчику все классно сделали я хочу сказать спасибо анатолию почечуну дякую тебе а як тебе звати меня звати Иван почечун в кинті кандидат пообіцяв не припиняти подібні инициативы и надалі значит спорт поддерживали поддерживаем будем поддерживать потому что коррупция это тоже спорт ситиус сальтиус воруй быстрее крышу ищи выше за кресло держись сильнее Олександра Маслякова Костянтин Эренст специально для оглядового глядача ну друзья вы видели как он говорит о том что нужно развивать футбол и что он сделает для этого правда только правда ничего кроме правда спасибо тебе Толя Толя ты мой кандидат и второй его короткий ролик о том что он будет делать с плиткой плитка даже Анатолия почечуна не оставила в покое и равнодушным к этому он прямо заявляет он прямо говорит я буду красть я буду поставлять плитку из своего завода то есть я буду производить и весь город будет в плитке чем неплохо откровенность лучше так чем все остальные которые обещают много и ничего не делают давайте посмотрим еще один короткий ролик кандидат в мэри міста суми Анатолий почечун продовжить шокувати містян своими заявами цього разу одиозний політик розповів журналісту нашого телеканалу як саме він буде красти гроші з бюджету у меня свой плиточный завод если от мэра зависит какой завод будет поставлять плитку в город то чей завод будет поставлять плитку в город мабуть ваш девушка яке блять мабуть не мабуть а сто процентов мой завод та за словами Анатолия через попередню владу реалізувати план буде нелегко ну для меня тут тоже не дураки работали и плиточный завод к сожалению тоже не только у меня все аллеи все дворы блин заложили хер знает куда ее девать короче принято важное инфраструктурное решение будем закладывать плиткой реку облагороджение проблемного русла кандидат в мэри розпочав просто на очах у сумчан в том числе и своими руками не ну посмотри на нее ну нахуя она нужна городу а а она заросла воняет тут воды по щиколотку один хер пересохнет а так буду первый мэр который отмыл деньги на речке концептуально не чё мамочки эти которые постоянно жалуются что им негде с детьми гулять блин тут у меня брат фонарями занимается по бокам так ебанем будет отличная аллея о давай давай мужики бодрее ложите или кладите хотя какая разница людям они хуй кладут или ложат правильно я говорю кирило богдан марина резник специально для тижневого тижневика итак друзья вы видели владимир зеленский интервью bbc скользко склизко сам он немножко уже противен если не тошнотворен для меня он тошнотворен да это вот именно то такое зеленое непонятное к сожалению переформатировавшие все что от него ждали сдавшие все интересы придавшие в первую очередь самого себя ну и красавец анатолий по чуть-чуть за кого вы проголосовали за кого вы за кого бы вы отдали свой голос кому бы вы отдали свое предпочтение из этих двух кандидатов если бы у вас была возможность еще раз проголосовать за них ваш выбор комментарии внизу лайки пожалуйста к этому видео давайте его чуть-чуть ускорим и дадим ему жизнь чем больше просмотров тем алгоритмам ютюба проще рекламировать этот видео на сегодня все спасибо всем большое пис честь имею а